Россия и Словения разделяют позиции о недопустимости попыток переписывания истории. Они будут вместе работать над укреплением безопасности в Европе и мире. Об этом заявил Владимир Путин, выступая сегодня на горном перевале Вршич, где уже сто лет стоит часовня, которую все славянцы называют русской. В программе визита президента России Словению особое место занимает историческая часть. Церемонии, связанные с общим прошлым наших народов, их общей памятью о павших на двух мировых войнах. Репортаж Екатерина Березовская. По горному серпантину на высоту тысячи метров над уровнем моря. Президентский кортеж в Юлийских Альпах на перевале Вршич. Тихое место памяти и скорби о русских солдатах, которые погибли в этих краях во времена Первой мировой, как центр притяжения. Сюда обычно приезжают послушать тишину, но сегодня тут вспышки фотоаппаратов, аплодисменты, которые заглушает пение хора. Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку» строчка за строчкой приближает президентов России и Словении к Свято-Владимирской часовне. Хрупкая, скромная, крохотная. Эта деревянная часовня – символ дружбы двух стран. Сто лет назад ее возвели русские военнопленные в память о товарищах, которые через перевал Вршич строили дорогу. Сейчас она называется «Русской» и погибли, когда сошла лавина. Но погибла бы и часовня, если бы словенцы целый век не ухаживали за ней так бережно. По словам Владимира Путина, это и есть подвиг во имя памяти. Я от всего сердца, от всей России, от себя хочу поблагодарить Словению и славянцев за то, что вы делаете для сохранения памяти о жертвах, которые мы все вместе, и в том числе Россия, принесли на алтарь победы не только в Первой мировой, но и во Второй мировой войне. Я хотел бы выразить искреннюю признательность руководства Словении, членам общества «Дружба Словения-Россия», другим общественным организациям, всем славянцам за бережное отношение к нашей общей истории, за память о российских гражданах, судьба которых оказалась связанной с трагическими событиями на славянской земле. Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилие по укреплению фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее Европы. История, которую ни переписать, ни стереть. Первая мировая. На территории Словении было больше 40 тысяч русских военнопленных. Вторая мировая. В городе Морибор, в концлагере, только с 1941 по 1942 годы погибли больше 5000 красноармейцев. А те, кто смог сбежать, становились участниками партизанских отрядов. В одном из них в составе Народно-освободительной армии Югославии воевал и легендарный партизан Мехти Гусейн-Заде по прозвищу Михайла. Героев, чью честь в Словении стоит памятник. Катастрофы 20 века. Уроки, которые сегодня помнить, необходимо. В своей речи президент Словении Борут Пахар говорил о чуме века 21-го, терроризме, который можно победить только вместе. Это возможно. А удастся нам это лишь при одном условии. Если все свободолюбивое и свободомыслящее, человечество объединит силы. Речь идет о таком серьезном вызове, что мы должны для его решения переступить через даже самые большие препятствия и различия между нами. Диалог, диалог и еще раз диалог. Это нелегко и не будет легко. Мы должны будем перебороть взаимное недоверие и еще много чего другого. Однако цель имеет жизненно важное значение, а намерение благородно. Мы должны искать, искать и найти способ обеспечения постоянного мира и безопасности. Уважение к военному прошлому. Для Владимира Путина и Борута Пахара тема особая. Так случилось, что именно она стала поводом для их первой личной встречи. Семь лет назад Путин и Пахар вместе были в Польше на полях мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой. С тех пор диалог непрерывный. Пять лет назад в нем родилась и эта идея, чтобы бронзовые журавли будто взмывали в небо, как души тех, кто боролся за мир. Этот памятник всем русским воинам, погибшим во времена Первой и Второй мировых войн неподалеку от центра Любляны, в Тихом сквере. С 2011 года работу над ним курировали на самом высоком уровне, чтобы однажды лидеры обеих стран возложили венки и услышали такие знакомые слова из песни, от которой щемит сердце. Открытие памятника — центральное событие Дней Российской Духовной Культуры в Словении, которые проходят с 29 июля по 1 августа. В планах также в 2017-2018 годах организовать перекрестные сезоны культуры России и Словении. Впрочем, культура — лишь одна из тем в диалоге между нашими странами. В глазу на глаз претенденты говорили и об экономике. В МИДе Словении не раз называли антироссийские санкции ЕС неэффективными. Из-за них и ответов в мир России товарооборот между нашими странами уменьшился почти наполовину. Но сегодня ситуация исправляется в лучшую сторону. Российский экспорт вырос на 60%. Инвестиции нашей страны превысили 400 миллионов евро. К тому же кипит работа по 34 совместным проектам. Области промышленность, строительство, телекоммуникации. Что до энергетики — 75% газа в Словении — российский. Пять лет назад мы встречались с вами здесь с большим оптимизмом, смотрели в будущее. Сегодня можно констатировать, что экономический кризис прошел и начались другие проблемы. Словении и Россия отдалились друг от друга. И мне кажется, что сейчас самое время, чтобы преодолеть разногласия и вместе работать над угрозами современности. Господин президент, хочу вас поблагодарить еще раз за приглашение. Поводом для нашей встречи являются причины гуманитарно-исторического характера. Но это дает нам возможность поговорить о всем комплексе наших двухсторонних отношений, ну и о отношении России с Евросоюзом, да и с НАТО тоже, имея в виду, что Словение является членом обеих этих организаций. Мы видим, как в Словении относятся к памяти нашей общей истории, к памяти тех, кто пострадал в предыдущих глобальных конфликтах. У нас продолжаются, несмотря на все сложности, интенсивные политические контакты. К сожалению, мы наблюдаем спад в торгово-экономических связях, товарооборот упал более чем на 45%. Мы сейчас с вами только говорили о том, что произошло с торговлей между нами и с Штатами, между нами и Евросоюзом. И там, и там падение. Поэтому я вам особенно благодарен за возможность поговорить о том, что мы можем сделать сегодня для того, чтобы поддержать и наши торговые и экономические связи, найти новые пути для развития наших отношений. Визит Владимира Путина Борут Пахар назвал посланием мира, обращенным к России, Словении и всем государствам. И послание это таково. Общая память рождает диалог и дружбу. Мемориальная программа российского президента в эту поездку была даже более насыщенной, чем рабочая. Это и есть знак уважения к истории, которая переплела судьбы обеих стран. Екатерина Березовская, Юрий Шолмов, Павел Моисеев и Ольга Меркулова. Первый канал. Словения.